Так, ребята, я вас всех приветствую на своего канал Дальний Бэй ТВ, Дитрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня, как обычно, небольшой обзор. Обзор, как увеличивать двигатель на любой тягач, посторонний тягач. Посторонний, это значит модовый тягач для Евротрак Симулятор 2, для версии игры 1.49.2.15 Steam, лицензия с дополнением DLC. Не знаю, как так получилось, что попросили сделать видосик, как увеличивать двигатель коробка передача для постороннего тягач, как вот модовый тягач. Вот. Так, ладно, ребята, версия игры у нас 1.49.2.15s Steam, лицензия с дополнением DLC. Так, то есть, смотрите, то есть, попадем в покупку грузовик, утилер, бренда, модификация. То есть, у нас речь идет о, как бы, как добавить двигатель и добавить коробку применения передачи. То есть, сейчас, в данный момент у нас тут находится Ural Next. То есть, смотрите, то есть, и тут мы видим только своя двигатель. То есть, есть Ural 400, YMZ, YMZ, там и DSL 400, 300 и 510, там 400, 300 и 500. Все, мы принимаем. А коробка тоже сам такая же история. То есть, и коробка тоже только своя, тут никакие лишнего нет. И смотрите, чтобы тут находились другие коробки и чтобы находились другие двигатели, не переключайтесь, посмотрите дальше. Надеюсь, что обзор в дальнейшем кому-то подходит и кому-то поможет. Так, ладно, мы, как бы, отсюда выходим. То есть, и вот у меня, сейчас выпускаем. То есть, смотрите, вот у меня сейчас, в данный момент, это же есть. Заходим в центр, ну, заходим в обслуженный, как бы, заходим в этом. И вот, видите, да, тут никакие посторонного двигателя нету. Так, и так же посторонная коробка применения передача тоже нету. Как сделать, чтобы тут так же находились другие посторонные двигатели и посторонная коробка применения передачи. То есть, смотрите, ребята, все мы отсюда выходим. Плавно, вместе с вами, игру покинем. Нажимаем Escape. Выходим из игры, как бы. То есть, смотрите, ребята, то есть, сейчас мы это дело так же мы свернем. Теперь, смотрите внимательно, то есть, посмотрите внимательно внимание. То есть, и заходим в моего документ. Давайте побольше сделаем. Заходим в Eurotrack Simulator 2, мод. И тут поиск. Поиск, пишем, Урал. Вот она у меня уже готова. Урал, и вот она у нас. Урал Next Gen. То есть, смотрите, что с ним мы будем делать. Откроем, нажимаем правой кнопкой мыши. Найдем открыть с помощью. Не знаю, вы какие утилиты вы используете. В данный момент у меня High Zip. Нажимая левая кнопка мыши, она открывается с помощью администратора, как бы. И смотрите, ребята, вот у меня Урал картинка, манифест и там документ. То есть, мы тут ничего делать не будем. Попадем в Dev Vehicle. Пролистаем. И вот у нас написано Track. То есть, и снизу папка тоже ничего делать не будем. Также, правая кнопка мыши. То есть, смотрите, правая кнопка мыши. Открыть мы откроем. И что мы тут видим? Тут видим всякие различные... То есть, видим папку с названием Next. И там, я не знаю, там... Его можно открыть с любым, с помощью. Либо блокнотом, либо там... Да, типа того. То есть, смотрите, ребята, Next. На нем нажимаем правая кнопка мыши. И переминать, как бы. То есть, и мы его переминать не будем. Также мы нажимаем правая кнопка мыши. И копировать. Все. Больше тут нам нечего делать. Так, также мы все это дело закроем. Так, теперь... То есть, смотрите. Получается, как это дело мы свернем. Вот у меня тут есть несколько папок, где написано Минск, там, Минск автомобильный завод. То есть, смотрите, правая кнопка мыши. Или... Либо правая кнопка мыши, либо... Либо два же раза правая кнопка левая. То есть... То есть, левая... Да, левая одновременно два раза. То есть, видите, да, мы тут имеем там... Типа двигатель имеем и коробка применения передачи. Также мы с этого ничего делать не будем. Просто нажимаем на нем. И свойства. Также все это дело мы убираем. И на место их вставляем. Вот это... Все, мы соглашаемся. Так. Случай. Так. Она у меня хотя готова есть, но давайте все... Все сделаем так, чтобы все было по-честному. Чтобы и мне было понятно, и вам. Как бы... Также дважды... Левая кнопка мыши. Оба мы убираем. Удаляем. Удаляем. Так же отсюда мы уберем. Удаляем. Теперь смотрите. Так же заново... Заново заходим... То есть, смотрите, где она у меня... Вот. Заново... То есть, заходим в мой документ. Так же мы все это дело убираем. И пишем... Power... То есть, Power... То есть, Power Engine. То есть, смотрите. Она, да. Она, естественно, старая версия. Ну, там... Какая разница? Зато, как бы... Там все совместимы с F-MOD. Как бы... Так. Откроем правая кнопка мыши. На нем нажимаем правая кнопка мыши. И желательно открыть с помощью... Hi-Z. С помощью Admin. Как бы... Запуск Admin, как бы... Так же... Откроем... Выбираем... Откроем. То есть, Несколько раз... Левая кнопка мыши. И тут мы пролистаем. Тут мы всякие различные... Различные мы видим, как бы... И... Так же я... Про него я ссылку оставлю в описании. Так... Она у нас находится... Автосалон Renault или Scania, там... Типа того. То есть, смотрите... Там... Не важно, какая-никакая... Любой из них... Любой берем... Там, например, берем из Volvo... FH... Откроем... Правая кнопка мыши... Открыть... И тут мы видим... Видим... Двигатель... И коробка применения передачи... Откроем... Откроем... Все нормально... Все... Как бы... Все на свои места... Назад... Так же... Все это дело... Мы будем... Его копировать... Так... Ладно... У меня так же... Тут другие перемешаны... Там уже будет показывать по-другому... Вы можете... Как бы не суть... Так... Свернем... И... Она где у нас... Вот она у нас... Название... Next... Так же... Мы берем их... Левая кнопка мыши... Переносим... Сюда... Все... Для радиостраховки... Дважды раз... Заменить... Все... Отлично... Все... То есть... Смотрите... Это дело мы пока закрыть не будем... Мы только будем закрыть вот эту папку... Все закроем... И найдем... Ищем... Вот она... Так же мы все это дело... Копируем... Сделаем побольше... Назад... И... Так же... На... На свободно... Окна... Нажимаем... Право кнопка мыши... И ставить... Все... Мы начали его ставить... Все... Она уже... Процессор пошла... Вот она... Видите... Если так пролистать... Next... Вот она у нас... Видите... Снизу... Аксор идет... Вот она... Все... Мы это дело закроем... Все... Она у нас уже готова... Остается попасть в игру... Так... Да... Естественно что она у меня Steam... Как бы... Так... Так... Да... Все равно запуск... Сейчас это дело свернем... Сейчас у нас... Начинается идти... Сейчас она у нас... Должна запускать игра... Как бы... Так... Escape... Пятизвездочная... Евротрак Симулетра 2... То есть... Смотрите... Ребята... Все она у нас... Как бы... Запустилась там... Соглашаемся... Сейчас... Немножко... Пойдет... Как бы... Отключить инвентар... Пускай... Продолжим... И попадем... Попадем... Раздел мод... То есть... Смотрите... И вот у нас... Урал... И вот у нас... Двигатель... Двигатель... Который мы... С ним... Только что начали... Иметь дело... Вот она... Версия 15.0... Он как бы... Ну... Написано... Что для 1... Для 1.43... Как бы... Но на 1.49... Так же он... Будет работать... То есть... Вот она... Как его там... Совместимость... F-MOD... Видите... Да... Все тогда... Мы это дело... Мы закроем... А... То есть... Смотрите... Ребята... Постарайтесь... Вот это... Видите... Сканер РС... Это как бы идет... Тягач... Тягач... Аксессуар... Естественно... Что он приватный... То есть... Смотрите... Ребята... Она должна быть... Где... Вот видите... У меня... Несколько тягача... Как бы... И... Ну... Как видите... Вот... У нас как бы... Урал... И вот... У нас как бы... Ну... Чтобы... С другим тягача... Конфликта не было... Вы лучше... Лучше его ставите... Ставьте... В самом низком приоритете... В самом низком приоритете... Где у вас... Особо тягача лежат... Как бы... Там... Тягача... Вот... Все как бы... Нажимаем... Escape... Ш... У нас... Срабатывает... Инвентар... Продолжаем... И... Продолжаем... То есть... Версия игры у нас... 1.49 и 2.15s... Steam... Лицензия с дополнением... DLC... Все как видите... Как мы видим... Загрузка у нас пошла... Как видите... Как мы видим... Загрузка у нас... Естественно... Что пошла загрузка... Все она... Загрузка быстро... Быстро она пойдет... Как бы... Эээ... Давайте для ради... Тестировано... Чтобы... Прежде попасть... Эээ... На... Это самое... Как его там... Эээ... На мастерскую... Попадем так же заново... Покупка грузовик... Удилер бренда модификации... И вот она у нас... Урал... Изменяем... И вот смотрите... Сейчас... Да, ребята... Сразу хочу... Сразу хочу... Отметить... Что... Эээ... На некоторый тягач... Вот... Не помню... Когда-то у меня... Было... Как бы... Тягач... Автономный тягач... Зил... Один... Один... Тридцать... Один... Тридцать... Один... Тридцать... На нем вылетало... Смотрите, ребята... Чтобы случаев вылета не было... Ну да... Это только на Зила такая... А на другие... Уже спокойно будет работать... То есть... Смотрите, ребята... Видите... То есть... Пролистаем вверх... И вот они у нас... Они у нас... Уже плавно начинается... Срабатывать... Раньше как было... Раньше было... Вот только... Вот... Один... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Видите... Да... Все... Сработало... Видите, ребята... Вот... Там... Сканя... 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 Ма... Мерседес... Вольво... Саунд... И там... Вольво... Вольво... В8... Как бы... Саунд... И там... И также... Коробка... Также... Коробка... Применения... Передачи... Видите... Да... Как бы... Вот... Видите... К... КМ... Шесть... И там... Восемь... 12... То есть... Смотрите... Ребята... Они... То есть... Смотрите... Они... У вас... У нас... 100%... Работает... Не вылетает... Видите... Ребята... Я специально сделаю так... Чтобы... А то... Бывает... Что... На некоторых... Потом начинают... Пишут... А то... У нас не сработало... Вот... Чтобы сработало... Вам надо... В первую очередь... Вам надо... Двигатель... Выбрать... Двигатель... Который... Вы начали... Чистым с трудом... Начали... Все это дело... Переписать... Вот... А потом... Выбрать... Коробку... Все... Ребята... Как видите... Как мы видим... Все это дело... У вас... У нас... Сработало... Ладно... Давайте... Принимаем... Тогда... Естественно... Что мы его... Пока... Преобразить не будем... По такому причинам... Она у нас уже готова... Есть... Ладно... Запуск... Сейчас она... Быстренько... Как бы... Полетит... Давайте... Сначала... Свой послушаем... Сейчас... Сначала... Свой послушаем... А потом... Который... Только что... Начали переписать... Потом... Те будем... Слушать... Так... Ладно... Давайте... Сейчас... Настояночно... Заводим... Заводим... Видите... Сейчас тут идет... Видите... Сейчас... Тут идет... Своя звука... Своя звука... Своя... Двигатель... Все свое... Теперь... Смотрите... Вырубим... То есть... Смотрите... Заходим... Мастерской... Заходим... Тюнинг... сейчас инвентор она у нас срабатывает все продолжаем то есть смотрите ребята еще раз видите сейчас dsl 510 там 430 и 510 то есть сейчас тут только идет своя теперь смотрите потихоньку потихоньку начинаем все это дело провисать провисать витя да давай как-то я не знаю давай как-то ради проверка берем я не знаю там volvo взять или volvo вы в саунд в 8 то есть с крутяш момента 800 есть и скане а если я не знаю если man писать уж у нас man выйдет а вот видите давай как-то берем man то есть ребята обратите внимательно внимая я не дошел до двигатель то есть не дошел до коробка применения передача у нас уже двигатель сработало вот а если на некоторые тягач не дойти до коробка применения передача уже у нас двигать двигатель при выбор начинается выдавать в элитах. Вот. И мне повезло, и вам повезло. Смотрите, все мы выбрали мам. Все. Все это дело мы удаляем. И перейдем на коробку. То есть, смотрите, коробка сейчас тут своя, 60-ступенческая передача. И так, я думаю, как бы неплохо он будет выполнять 6. Ну, давайте ради интересного, хотя коробка тут особо не очень играет. Ну, по крайней мере, случае, чтобы мне было понятно, вам было интересно. Давай-ка-то берем 60-ступенческие передачи. Ребята, это еще не все. Есть еще одно но. Когда вы скачиваете или покупаете там модовый тягач, есть на некоторые, то есть, там, типа, есть как бы заводская вариант там, типа, коробка применения передача с ретардером. А когда вы выбираете, вы выбираете с ретардером, вдруг она у вас не сработает. Понимаете? Но это, как бы, это не ваша вина. Это, ну, как вам рассказывать? То есть, да, там на некоторых тягач, то есть, прописано с ретардером, но внутри действующая, вот эта действующая клавиша или там, кнопка не сработает. Это, думаю, как бы, ничего страшного. То есть, смотрите, ребята, мы специально, специально берем айшрифт двойной в 6-ступенческой передача, плюс реверс, плюс 3 ретардер. Вот, давайте вот это берем и оплачиваем. Все, теперь сейчас у нас, как бы, давайте еще раз заново заходим. Блин, этот инвектор сейчас, она быстренько срабатывает. Срабатывает, то есть, смотрите, сейчас теперь у нас, как бы, не своя, уже прописано, то есть, выбрано MAN D38, евро 6, 900 совместимо с V8 Open People Sound, то есть, вот, коробка у нас, коробка 6-ступенческих передач. Ладно, оплачиваем. Все тогда. Теперь, ребята, обратите внимательно внимание, звук будет вообще круто будет. Уже даже машина начала чувствовать уже совсем по-другому. Так, смотрите, ребята. Так, сейчас приблизим. Ну, не знаю, не знаю, ретарду она у нас срабатывает. Видите, ребята, как хотел отметить, что, значит, это заводский вариант, что нету действующей клавиши на ретардера. То есть, смотрите, что подождите, так сделать. То есть, смотрите, есть звуковая шельчков, но этого нету. Ну, думаю, как бы, ничего страшного. Так, теперь, что мы тут делать будем. Так, просто мы заводим и раньше, как она у нас звучала, а теперь посмотрим, как он будет звучить. Так, заводим. Раз, как говорится, раз-раз и на матрас. И тут тоже сам такая же история. И смотрите. Ну, как вам, ребята? Звук. Так, стояноши. Звук, как вам, ребята? Звук, который там написано было MAN, D38, V8, Open People. Вот, Sound Open People. Вот, это и есть Sound Open People. Еще раз. Ну, как вам, ребята? Так, изнаружи. Видите, да? Так, ладно. Теперь смотрите, плавно. Трогаемся. Все, сработало, ребята. Еще раз. Ну, как вам, ребята? Надеюсь... Надеюсь... Надеюсь, кому-то помог, как бы. Еще раз. Заводим. Так же. Так же. Все, работает. Бортовая компьютер. GPS-навигатор. Все работает, ребята. Потому что, если некоторые... Если некоторые двигатели, когда... Когда начинаете переписать на другие модовый тягач, то либо происходит конфликт либо с GPS-навигатором, либо происходит с бортовым компьютером. А тут... Тут все как располагается. Вы смотрите. Ради проверки. Шар дадим назад. Ну, посмотрите, ребята. Это для тех, кто хочет переписать двигатель на свой любимый тягач. Вот. То есть, смотрите. Теперь, так же вы можете вернуть их двигатель. То есть, сейчас она у нас... Инвентарь срабатывает, как бы. То есть, так же вы можете вернуть... Естественно, что, если не понравилось, так же вы можете вернуть своя... двигатель... Там, ну, пускай, как бы, там... Сколько там? 510. Или давайте вот это. И, так же коробка. Коробка применения передача, так же. 60-50 передач. А это уже, как бы, своя. Если завод... Ну, там все. Так, так же мы все включим. А это уже своя. Это уже своя, как бы. Давайте. Ну, хотя... Хотя, тут про свое нечего рассказывать, потому что мне несколько раз начали спросить... То есть, сделай нам видосик, как добавить, увеличивать... Добавить, там, посторонный двигатель для посторонного тягача и... Так же коробка применения передача. Добавить... Для посторонного тягача. Вот, как бы... Как-то так. Если вот на дефолт, если, смотрите, заходим... Там, на любой тягач, например, вот у меня сейчас... Как бы моя мечта, Вольвуха, Вольву. То есть, смотрите. То есть, тут, как бы, уже... Все, как бы... А, да, тут, как бы, видите, тут все уже переписано. Ну, это, естественно, что это у нас дефолтное. Это у нас все дефолтное. Видите, все, как бы... Все дефолтное. Все срабатывает. Вот. Вот оно. Видите, все работает. Что ж, ребята, мне пора с вами попрошаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно. Обзор кому-то помогло. Как добавить двигатель для посторонно-модового тягача. То есть, вот как бы, как-то так. Вот. А то, видите, некоторые говорят, что мы не поняли речь, о чем было. Речь, как бы, как... Как добавить двигатель... Ну, как добавить двигатель и короткое предметы передачи на посторонно-модового тягача. Типа, как вот, есть модовый тягач. Вот, как бы, как так. Что ж, ребята, надеюсь, обзор кому-то было полезно. Обзор кому-то помогло. Надеюсь, что дальнейшее вам подходит, как бы. Как, что, чего, как бы. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите в комментах, что вы будете думать о такой... о такой вариант, о такой предметах. Вот. Также, ребята, хочу напомнить, что у меня... Хочу отметить, что у меня 30 декабря будет новогодный алкострим. Также, если хотите, можете участвовать на моего алкострим. Что ж, ребята. Берегите себя, берегите своих близких. Желаю вам крепкое здоровье, крепкое настроение, хорошее настроение. И желаю вам много, много всего хорошего. Хорошего дня, удачного дня. Что ж, ребята. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока. Пока.